Я возглавил этот институт по приглашению Камиля Ильича в 1999 году и первой задачей нашей было, то есть для меня руководство просто промышленным предприятием, который имел в составе флот-линию мощностью 90 тонн в сутки, после того как я возглавлял там бортсекундный завод, где там было две флот-линии по 600 тонн, понятно, что было неинтересно и поэтому с Камиля Ильичем мы договорились, что мы будем возрождать науку, которая практически рассыпалась и ничего уже не оставалось. Начали с небольшого, то есть мы начали собирать кадры и буквально за короткое время мы уже стали узнаваемы снова на территории бывшего Советского Союза. Таким образом, где-то буквально через там 5-6-7 лет после того, как мы пришли, пришел сюда, значит, об институте заговорили как о научной единице. Более того, значит, мы начали с большой темы возрождать проблему производства в России авиационного стекла. Нам удалось, значит, разработать технологию научной основы производства исходного стекла для авиации производственных масштабов. То есть лаборатория это легко получает. Мы получали стекло, которое, значит, можно было сделать гвоздью, забивали молотком металлическим. А мы сделали стекло близкое, абсолютно близкое по всем прочитанным критерическим зарубежных аналогам. Но есть суровая действительность. Для того, чтобы получить кредит, оказалось, в России это не так просто сделать. Мы потратили на то, чтобы нам дали кредит в ВЭБе несколько лет. Нам все-таки дали кредит по четыре с половиной процентов на десять лет. И там проценты мы должны погашать сразу после пуска линии. Это жесткие условия, но таких условий вообще нет. Ну, вот так вот промышленность любит нас в России, простите меня. Мы взяли кредит. Пока мы с этим кредитом занимались долго и нудно. Значит, мы заключили договоры по поставкам материалов. Цены поменялись очень резко. Этой суммы нам не хватило, и нам пришлось отказаться от некоторых материалов, которые могли бы спасти наше положение. То есть мы сделали большую работу. Мы провели колоссальный объем работы за четыре месяца. Спустили, сделали новые помещения, сломали старые, поставили новые. Поставили, модернизировали флот-линию. Сделали новую печь. Шикарная печь по всем меркам. То есть у нас печь по техническим характеристикам сегодня самая экономичная печь в России. Но, к сожалению, она стала сыпаться. И мы в самом начале не смогли выплатить вот эти вот проценты. Вначале попробовали, но пупок надорвали. Сразу влетели в долги по летоэнергии и по газу. И там сработала система сразу принуждения. То есть нас везде. Счет арестовали и, понятно, пошла работа в минус. Сегодня прошло время успокоились, подлатались. Сегодня линия работает на проектной мощности с хорошими показателями, с хорошими деньгами. Но сегодня за горло нас берут наши обязательства. Да, мы виноваты. Нас берут за горло наши обязательства. Что сделать в этой ситуации? Как спасти институт, который сегодня единственный институт, остался с какими-то минимальными надеждами на развитие науки о стекле в России. Обидно, что ведь наука, когда мы говорим о науке, то есть Россия в лице Саратовского института теряет последний росток к науке о стекле. К сожалению. Действительно, для меня этот проект инвестиционный является очень таким знаковым, родным, можно сказать, потому что я наблюдал за его развитием, участвовал в обсуждении ряда вопросов, принимал участие в его открытии и запуске. Те люди, которые вообще отважились осуществить такой инвестиционный проект, они являются уникальными. И вот сила, и моя уверенность в том, что проект будет доведен до конца, именно в том, что есть еще такие люди у нас в стране готовы браться за такую серьезную, ответственную, сложную и, как выяснилось, опасную работу и доводить ее до конца. Его ни в коем случае нельзя останавливать, его ни в коем случае нельзя вообще рассматривать с точки зрения конкурсного какого-то управления, потому что мы сегодня можем потерять фактически научную основу производства стекла. Это единственный, еще раз подчеркну, много раз буду об этом говорить, институт научный в области науки стекла. Я с этой трибуны как бы хочу обратиться к кредиторам, потому что можно договариваться, нужно искать способы решения этого кризиса, который сегодня назрел путем заключения мировых соглашений, просматривания дополнительных дорожных карт. У этого предприятия есть выручка, есть перспектива, и она ложится в основу стабилизации экономической ситуации и дальнейшего развития. Сложно что-либо еще добавить к тому, что здесь было сказано, как в плане сохранения уникального предприятия, научной школы, рабочих мест, нормальной жизни семей, сегодняшних работников. Я остановлюсь на профессиональной точке зрения на эту ситуацию и опыте, о котором Алексей Петрович говорила. К сожалению, мой опыт подсказывает, что не всегда вот эти разумные решения при сегодняшнем действующем законодательстве о банкротстве и подходе кредиторов к решению этих вопросов не всегда здравый смысл побеждает. Что получат кредиторы, если ведут конкурсное производство? Первый шаг, который должен сделать управляющий, предупредить коллектив, трудовой коллектив о сокращении, это значит, что останутся только люди, которые обеспечивают жизнедеятельность, ну то есть это охрана, грубо говоря, отопление тех мест, где может что-то случиться в связи с заморозками, значит и так далее, но это в конце концов ликвидации будет. Так вот, лучше для кредиторов тех же, выгоднее для кредиторов, чтобы предприятие жило-работало, потому что вот здесь сказано было и о людях, потому что на самом деле одно поколение просто вот сейчас какое-то время полгодика, годик походит, да, вот будут сокращены, а потом вроде как хорошие дяди придут, купят, значит мы всех опять назад наберем трудящихся наших, значит ничего подобного не будет. Как правило, люди расходятся, а это здесь, здесь квалифицированные кадры работают, они будут востребованы на других предприятиях, они могут уехать куда-то. Хочу сказать, что из конкурсного производства очень тяжело заключить и мировое соглашение и выйти в какую-то реабилитационную процедуру. В 2017 году был заключен договор, инвестиционный договор, началась инвестиционная фаза и в 2019 году произошло некое ЧП, авария технологического характера, которую как бы никто не ждал, то есть тот материал, который был запущен для строительства печи, скажем так, ну, мягко говоря, не соответствовал тому заявленному, которому мы, в общем-то, запланировали. Соответственно, какие последствия произошли? Печь, инвестиционная фаза была продлена, значит запланированный объем продаж и реализация проекта была сдвинута, соответственно, говорить о запланированном погашении и той платежеспособности, которую мы заявляли банкам, соответственно, стало сложно. Но, тем не менее, Саратовский институт стекла в 2019 году продолжал погашать задолженности и к концу 2019 года ситуация стала настолько критичной, что мы вышли на просрочку перед банками. Перед этим мы писали в банки, ставили их в известность о данной сложившейся ситуации, просили о реструктуризации, увеличении срока, погашения и так далее. Но, к сожалению, ситуация зашла в такой, скажем, некий тупик. В срочном погашении нам предъявили и короткие деньги, оборотный кредит, это связь банк, который впоследствии стал задолженностью промсвязь банка. То есть ситуация, ну, скажем, для предприятия стала очень критичная, предприятие стало неплатежеспособным, были блокированы счета и прочее. Предприятие в 2021 год вступило в задолженность по заработной плате 2 месяца, плюс налоговая задолженность составляла более 100 миллионов. До середины 2021 года эта ситуация полностью была погашена, то есть полностью закрыта вся задолженность по налогам, идет текущее погашение налогов федеральных и региональных, плюс заработная плата составляет, ну, минимум, 5-7 дней в погашение, ну, в смысле задолженность по погашению. То есть предприятие вышло на стабильный, платежеспособный уровень. Мы готовы выполнять мировое соглашение и полностью закрывать сложившиеся обязательства. Тем не менее, в 2021 году предприятие исправило техническую проблему, то есть собственными средствами устранили те аварийные ситуации, которые возникли, вышли на заявленный объем. В настоящий момент объем производства стекла составляет 800 тысяч квадратных метров, реализация стекла составляет 7 месяц, да, объем 800 тысяч квадратных метров стекла. 700 тысяч мы реализуем по цене, естественно, с НДС 300 рублей за квадратный метр стекла, что позволяет нам полностью закрыть все обязательства перед кредиторами. Реестр кредиторов составляет 1 миллиард 453 миллиона. В модели, которую мы представляли в банк в начале текущего года, абсолютно данная задолженность погашена до конца 2024 года. Введение конкурсного производства носит еще очень негативный социальный фактор, потому что простым рабочим не объяснить, что впереди после введения конкурсного производства будет восстановление платежеспособности, если каждый из них в течение месяца по закону, по статье 129 закона о банкротстве должен получить уведомление о предстоящем увольнении. То есть люди это воспримут прямо как написано и будут искать себе работу. К сожалению, снизится и производительность труда, поэтому считаю ошибочное мнение некоторых банкиров в ходе наблюдения, с которыми я общался, и полагающих, что из конкурсного производства можно в любой момент выйти в процедуру мирового соглашения. Это, безусловно, вывод людей, которые никогда не работали реально в процедуре конкурсного производства. К сожалению, таких ситуаций и случаев очень много. Я хотел бы обратить внимание, что у нас среди кредиторов два государственных банка. Именно государственные банки. Первый банк – это внешэкономбанк, банк, целью создания которого являлась ли именно поддержка промышленных, в основном, предприятий, экспортоориентированных предприятий. И это именно инвестиционный банк, который должен по своим функциям помогать предприятиям расширять свои программы и выпускать востребованную не только в России, но во всем мире продукцию. Я надеюсь, что все-таки банки, промсвязь банк у нас тоже является сегодня государственным банком, с единственным участником Центральным банком Российской Федерации. Я надеюсь, что все-таки здравый подход возобладает у государственных банков. В сегодняшний день порядка 70% стекольных предприятий – это иностранные предприятия, такие как «Асахи Глаз», «Пенткилтон» и другие. Наших российских хозяев, которые принадлежат российским предпринимателям, всего только 30%. Это наш соседний завод, который «Техстекло» и «Салават Стекло». Там еще какое-то стекло один есть, и все. Они в любой момент могут остановить свои заводы, иностранцы, как могут сделать с газом или еще с санкциями всевозможными. И будем вынуждены покупать стекло из-за рубежа по большим деньгам, как сегодня вынуждены покупать газ в Европе за большие деньги. Поэтому просьба кредиторам посмотреть внимательно к этому вопросу, не сквозь цифры, как они бьются и не бьются, а чтобы посмотреть, здесь все-таки люди в первую очередь, а люди – это наше богатство. Всем спасибо большое. Всех благ.